Христос воскресе измертый, Смертью смерть Бога, Исущим грабежи у Тарова. Христос воскресе измертый, Смертью смертью смерть Бога, Истинный Бог наш, молитвый и чистый своей Матери, Святых славных всех важных апостол, Градовного богоносного отца нашего и Мехия рада ништага, Святых жен мироносец, Их же память на не совершает, Святых правед, руководитель, Гима и Анны, Всех святых помилует и спасет нас, Яко благо человека любит. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Великую Отечественную войну и в 1946 году пришел к своему ави, духовному отцу, наставнику, когда архимандриту, будущему петербургуру, строят Сергию и Лавру для подготовки к открытию этого великого древнего монастыря. И спустя полгода, в январе 1947 года, он от рук уже тогда епископа в горе принимает постриг и нарекает тот его Михея в честь преподобного Михея. С намеком определенным, как преподобный Михей был келеником, помощником, сатаинником, самым близким учеником, одним из первых учеников преподобного Сергия Радонежского, так и Александр Хархаров получает имя этого сатаинника духовного, как бы ближайшего ученика, епископа Гури. Вначале, как рассказал сам Владыка Михей, сложно было ему это имя принять. Он говорил, ну Михей, дед какой-то. А потом, со временем, он сроднился не только с именем, но и с самим преподобным Михеем Радонежским. И всегда, когда бывал в Трое Церкви и Лавре, на торжествах, высоченно преподобному Сергию, навещал и своего небесного покровителя. Кто помнит, там есть такая вечесовинка, даже маленький храм, и покоятся его честные мощи. И вот он всегда туда приходил и прикладывался. Чтил его память и чтил священный день своего монашеского пострига, который у вас подавился ангельского отчина. Вот и мы должны, возлюбленные братья и сестры, почитать своих небесных покровителей, стремиться быть похожим на них в их земной жизни. И чтобы им было не только не стыдно за нас, за наши поступки, за наши слова, мысли, но чтобы они с радостью могли принять нас вместе со Христом, обители небесные. Сказать, это мой, так сказать, мое чадо духовное пришло, опустите. Сегодня мы чтим еще память Жон Мироносец. И всех вас, дорогие наши женщины, наши белые платочки, мы поздравляем сердечно. За вашу искреннюю любовь ко Христу. Мы не можем сказать, что вера Мироносец была больше, чем вера апостолов. Но их любовь была, наверное, более подвижна, более отзывчива. Если апостолам нужно было больше испытать, рукой потрогать, оставили ли это Христос, воскресли он, то женщины веруют сразу без обвиняков, всем своим сердцем. Воскресли точка. И вот эту весть и Мария Магдалина, и другие женщины несли по всему миру. И мы сегодня поздравляем вас, дорогие наши мироносицы, хотим отец Сергий от лица архивейского подворья вас отдельно поздравить и вручить каждому из вас, оленький цепочек. Христос воскресе! Христос воскресе! Всех причастникам подворья исполнительных крестов выслушу, чтобы отца архивейского подворья святого пречащения я. Слава тебе Божия, Слава тебе Божия, Слава тебе Божия! Христос воскресе!